Едва приоткрыв глаза, одержимый диггер-одиночка, подгоняемый желанием раскрыть лишь ему известную тайну, которого, словно бы сам леший, занес на захолустные заброшенные руины сокрытого от глаз людей подземного города под столицей Греции. Понял, что все тело его пронизывала ноющая боль в перемешку со сковывающей тяжестью. Разбудил его, назойливо пытающийся проникнуть сквозь низкий проем в скальной стене, луч света, который озарил часть отстоявших снаружи стволов хвойных деревьев и охваченный пламенем какой-то собственной идеей вплоть до состояния паранойи. Диггер сразу же осознал, что находится внутри скалы, среди негустого леса, но при этом он совершенно не мог понять, как его туда занесло, и что ему понадобилось в этом глухом и затерянном во времени местечке под названием Анафиотика. Трущобной глубинки прямо в самом центре исторического и по совместительству туристического района Афин. Все, что он увидел в этот период времени на своем пути в столице Греции, было тем же самым, что и тогда, когда более 25 лет тому назад он, совсем еще молодой специалист, подающий большие надежды, молодой микробиолог, впервые прибыл в эти места со специальной миссией. Те же старые приземистые домики, те же неубранные руины заброшенных строений, те же разбитые и надломленные дороги с отбитой плиткой или треснутым мрамором, причем в тех же самых точках, и даже некогда воздвигнутый подъемный кран с северной стороны храма Парфенон, казалось, неизменно оставался на том же месте и в той же самой позиции почти три десятилетия. Мужчина на мгновение снова закрыл глаза и провел пальцами по своей бороде, напряженно стараясь активировать свою память, после чего усилием боли он вспомнил, что вчера он действительно совершил подземный спуск со стороны старого города у самого подножия древнего Акрополя. Сейчас же он находился на холме Пника, со стороны мегалитической стены города великанов, в одной из скал, сквозь расщелину которой далеко-далеко виднелся вход во врата пропилеи, ведущие к храму Парфенон, что мужчина заметил, как только бросил свой взор за пределы скального проема. Однако его непривыкшие к свету и затекшие глаза тут же заставили его, прикрыв их ладонями, вернуться обратно. В этот момент профессор, которого как десятилетнего мальчишку, что любит гулять по заброшкам в поисках приключений, занесло в эти, хотя и исторические, но все же весьма глухие по сию пору места, почувствовал, что с него медленно сползло какое-то покрывало. Мужчина застыл на месте, оглядывая себя. Да, он был покрыт каким-то куском плотной материи, которой не было с ним вчера, и которого в свой секретный одиночный поход с собой он не брал. Сейчас бородатый самостоятельный диггер выглядел как ребенок, которого завернули на ночь в конвертик, или напротив, как бомж, один из тех, которые находят себе пристанище в скальных выступах северного и западного Акрополя. Только в отличие от бомжа в старом трепье, укрыт ученый генетик был каким-то замысловатым покрывалом, совсем не похожим на дешевые ширпотребные ткани подделки, которыми кишат полки магазинов. Это одновременно потрясло и заинтриговало отъявленного авантюриста-махинатора и пронырливого любителя приключений. Он сильно сдавил себе виски и, набрав воздуха в грудь, постарался максимально спокойно и сосредоточенно окинуть себя взглядом. И, едва сдвинувшись с места, тело его столкнулось с уложенными рядом его же вещами. Аккуратно собранная, скрученная один в один в круги веревка. Та самая веревка, которая вчера была обвита вокруг него и которую в дальнейшем он нашел обрезанный. Небольшой походный рюкзак, поверх которого была положена его шапочка Бинни, длинный фонарик, и профессор бросил пронзительный острый взгляд и тут же вздрогнул. Под одним из краев его плотного покрывала лежал его травматический. Это потрясло шарашенного тайного соглядатая афинских подземелий. Он вдруг вспомнил, что вчера, там, в глубине странной шахты, в которой он оказался, скорее всего, запутавшись в каменном лабиринте, его что-то очень сильно напугало, что-то вызвало у него панический стресс и, как следствие, должно быть временную потерю сознания, судя по тому, что в голове его был какой-то провал. Точно бы для восстановления общей картины событий ему не хватало отдельных паззлов, но он точно помнил сейчас, что был чем-то резко напуган, возможно, чьим-то незримым присутствием рядом. А затем помутнение, рассудка и шок, какой бывает от удара чем-то тяжелым по голове и полный мрак в сознании. Соответственно, если что-то привело его в эту ночь в дикий ужас, то это что-то или этот кто-то, в первую очередь, по всей логике вещей, должен был лишить его возможности защищаться. Но, как ни странно, его травмат был возвращен. Он находился здесь вместе с остальными нетронутыми вещами. Его бумажник с деньгами тоже оказался неприкосновенным. Профессор, пребывая в некотором раздумии, несколько секунд стоял на коленях над своими походными пожитками. На мгновение мужчина закрыл лицо ладонями и тут же почувствовал, как его щеке коснулось нечто не совсем знакомое ему. Он резко отвел свою руку от лица и вдруг с недоумением заметил, что его правое запястье вверх к предплечью было забинтовано. И он тут же с содроганием вспомнил еще одну деталь. Вчера вечером, за секунды до потери сознания, он сильно ударился о что-то острое, торчащее из скалы. А возможно, это и был сам зубастый остроконечный скальный выступ. Профессор Саруян осторожно коснулся своей повязки и отметил для себя то, что вокруг его руки не был обмотан современный привычный стерильный бинт. Это была какая-то замысловатая материя, и как человек, который годы просидел над древними манускриптами, он знал, что подобными суперпрочными и в то же время весьма мягкими для человеческой кожи тканями пользовались в те далекие времена, о которых слагались легенды. Откуда же это появилось на его руке сейчас? Было для него еще одной интригующей его опорией и полной загадкой. Из-под перевязки отдавало приятным душистым запахам какого-то бальзама, и ученый-генетик безошибочно понял, что кто-то там, внутри скалы, обработал ему опасную кровоточащую рану. И, скорее всего, этот загадочный кто-то и перенес его сюда. Но почему именно сюда? Более чем за три километра от места, с которого он начал свой путь, на совсем противоположную скалу. Да, даже отсюда, с вершины этого холма, все еще были видны покосившиеся разноцветные домики старого города в сердце Афин. Но все же это было слишком далеко, чтобы вот так вот просто продвинуться под этой территорией с человеком, к тому же потерявшим сознание. Мужчина не знал, что думать. Зародившаяся интрига захватила его сознание, и он почувствовал сильный прилив адреналина, который полностью освободил его от цепей сна и скованности. Он попытался медленно привстать, собирая на ходу свои вещи в рюкзак, и сразу же спрятав подальше свой травмат, потому что выходить в город при дневном свете с таким эпичным оснащением на богу было сейчас совсем необязательным. Ему сейчас нужна была максимальная маскировка, каждого своего шага. Профессор Саруян был решительно настроен вернуться в пределы подземного города в самое ближайшее время и снова один. Какая-то необъяснимая сила точно манила его сюда, как магнитом. То, что произошло далее, могло бы повергнуть в замешательство педантичного аналитика-атеиста. Казалось бы, ученый муж с регалиями и степенями, который должен оперировать исключительно подтвержденными научными фактами, выказал вдруг невиданное для образованного человека суеверие. Хотя мало кто знает, что именно самые серьезные ученые, создающие на первый взгляд впечатление закостенелых скептиков-субъективистов или гносиологических пессимистов, на самом деле, чаще всего оказываются весьма суеверными и склонными в душе ко всякого рода сказочным предрассудкам. Он вдруг сделал несколько шагов назад в сторону сужавшегося к выходу внутреннего скального коридора. Сейчас, в это утро, он не отважился снова испытывать судьбу и возвращаться в самую глубину загадочной пещеры. Однако, продвинувшись несколько назад по тоннелю, он, неожиданно окинув взором каменный свод и, словно бы ища кого-то глазами, вдруг негромко проговорил на своем языке взвенящую пустоту древней скалы. «Благодарю тебя, хозяин». Профессор постоял несколько секунд, застыв на месте, после чего, словно бы сделал даже легкий поклон в сторону мрачной темноты внутреннего пространства пещеры. Тот, кого профессор назвал хозяином, словно бы ответил ему нарастающим таинственным гулом магической симфонии, слившихся воедино звуков. Звенящая тишина отозвалась и на мгновение перевоплотилась в волны энигматических звуков, смешанных шумов и отдаленных мелодий, после чего все постепенно стихло. Профессор еще некоторое время стоял в полном оцепенении, прислушиваясь к звукам шепота и треска, хруста и стеклянного перезвона, повержены точно в транс загадкой произошедшего с ним. Сразу после этого, наполненный какими-то смешанными чувствами, мужчина совершил спуск с холма Пника, пройдя запутанными тропами через заросли гигантских кактусовых растений по надстарой обсерватории, направляясь через хвойный и оливковый лес Тесеон на противоположную сторону, к старому городу. Всю дорогу профессор Сароян тщетно пытался понять, кто же помог ему выбраться из мрачного подземелья в эту загадочную ночь, не находя при этом логического ответа на свой вопрос. Греки, особенно более старшее поколение, это на удивление гостеприимный народ. Они могут зазвать совершенно случайного прохожего и наполнить его руки целыми жмениями сезонных даров, своих садиков и двориков, вкуснейшие апельсины и наливные гранаты, мандарины и лимоны, душистые свежие яблоки и груши, сливы и оливки, а то и даже какие-то ягоды из ближайших лесов, если таковые и есть поблизости. Пожилые женщины любят угощать детей домашней выпечкой, и это всегда очень греет сердце особенно сдержанных представителей европейской туристической братьи, которую поражает такая душевная теплота местного населения. Профессор даже не заметил, как прошел мимо одного скромного дворика, внутри которого стоял маленький и простенький, но весьма чистый и аккуратный ухоженный домик. Уже довольно пожилая женщина, местная гречанка, хозяйка этого дома, хлопотала внутри двора. Она собирала апельсины с нижних ветвей невысокого дерева. Профессор всегда с нескрываемым интересом смотрел на атмосферные и колоритные милые домики старого города, а потому он на мгновение остановился, чтобы окинуть ненавязчивым взором представшую перед ним усадьбу. Женщина медленно подошла ко входной калитке и приветливо улыбнулась, открывая ее и держа в одной руке три ярко-оранжевых свежих апельсина. Она помахала мужчине, сделав ему знак внутрь двора и сказав при этом теплое и солнечное греческое «Калимяра», то есть «Добрый день». Профессор Саруян на ломаном языке в меру своего знания разговорного варианта тоже ответил ей. Впрочем, как и большинство иностранцев, профессор понимал на пока что чужом ему языке гораздо больше, чем мог сказать. Пожилая женщина окинула довольно пытливым взором несколько измолоченную фигуру представшего перед ней человека. На лице того, видимо, все-таки отпечатался вчерашний ночной шок и неизвестность подземелья, куда он попал, заблудившись в каменном лабиринте. Он был слегка бледен, да и рана на руке, хотя и не так сильно, но все еще несколько напоминало о себе глухой, ноющей болью. Несмотря на искреннее, добродушное лицо бабушки, профессор заметил на себе в то же самое время и ее довольно пронзительный и испытывающий взгляд. На мгновение даже колки и гипнотизирующие. Такой бы мог быть, например, ведунье, что способно вычитывать тайны сердца по глазам представшего перед ней путника или гостя. Что случилось у тебя, сынок? Неожиданно прямо в лоб спросила хозяйка, а известно, что греки за словом в карман не лезут и считаются одним из самых разговорчивых и любопытных народов. Побили тебя, что ли? Откуда ты? Что стоишь, как привидение? Сынок, которому уже перевалило за 50, немного растерянно улыбнулся, но от приглашения не отказался. Он все еще чувствовал слабость, да и с чужим человеком порой легче поговорить, чем со своими, особенно, если своего рядом нет. Попробовал бы ученый генетику себя в своей Америке с ее правилами о личном пространстве. Вот так кому-то приблизиться. Я из США, госпожа, проходя во двор к столику под сенью дома, где располагалась окруженная резным деревянным заслоном летняя веранда издалека, из-за океана. Турист, что ли, продолжала задавать вопросы пожилая женщина. Заблудился в наших древних местах? Садись, и я сейчас тебе свежего апельсинового сока сделаю. У нас здесь все натуральное, под греческим солнцем взращенное. Ты такого в своей Америке не выпьешь. У вас там все генно-модифицированное. Вы и хлеба-то настоящего не видите. Все из нефти да из стеклопластика. Услышав слово «генно-модифицированное», ученый-генетик почему-то вздрогнул. Словно бы слово это было произнесено хозяйкой дома, не случайно. «Нравится тебе здесь?» Снова обратилась с вопросом женщина, которая через самое короткое время с ловкостью жонглера приготовила сок, вместе с которым она подала свежий, просто тающий во рту, апельсиновый пирог и слоеные булочки. Естественно, домашнее, собственного производства, малиновое варенье в старинной кондитерской вазочке и традиционное греческое сливочное печенье с ароматными пряностями. Профессор оставил свой рюкзак в углу веранды и некоторое время молча наблюдал за движениями, пригласившей его пожилой женщины. Что-то сжалостью дрогнуло в его генно-модифицированной американской душе, когда он накинул взором незамысловатый, но накрытый степлом и сердечностью столик. Ему вспомнилось детство его и того, у кого детство было отнято, не без его участия. Скорее всего, терзавшая его боль жутко исказила его лицо в тот момент. Он постарался отвести глаза и, окидывая взором теперь уже оставшийся несколько вдалеке за пределами региона Тесеум, холм Ника сказал, вроде бы, отвечая на вопрос о женщине. Да, мне здесь нравится, госпожа. Замечательная земля. Солнечная, светлая и добрая. По-своему сумасшедшая и всегда веселая и гостеприимная. Да ведь я здесь был. В молодости мы здесь работали в одном научном проекте. У меня семья здесь была. При этих словах профессор чуть не подавился. Он запил свое смущение невероятно вкусным и ароматным свежевыжатым апельсиновым соком и благодарно пододвинул к себе тарелочку с угощением. Пожилая женщина внимательно посмотрела на своего гостя и села за столик напротив него. Она буквально сверлила его глазами. Несколько секунд, из-за чего вдруг спросила. Что это значит? Была семья. Куда же она у тебя девалась-то? Профессор как потерянный покачал головой. Взгляд его снова стал туманный и мрачный. Не знаю, госпожа. Давно это было. Потерял я сына. Я, в общем-то, его и загубил. Вот теперь хожу по местам, где мы изредка бывали с ним совсем маленькими. Я стал привидением, госпожа. Я стал тенью самого себя. Я его вижу во сне. Как он выглядит, я не знаю. А только точно знаю, что это он. Он мне и сейчас из-за каждого дерева видится. Зря вы пригласили меня, госпожа. Проклятый я человек. Нет ни места ни на земле, ни под землей. Столь неожиданное откровение несколько потрясло хозяйку дома. Она покачала головой и снова заглянула в глаза странника, которого дороги западного Акрополя привели к ней в это утро. Трудно тебе жить с этим грозом, сынок. Ох и трудно. А насчет проклятия не спеши. Пусть сын твой тебя и судит. Трудно. Горько усмехнулся профессор, покачав головой. Трудно. Это бы еще ничего. Небоносимо, госпожа. Знаю, что уже не вернуть ничего. И судить должно быть уже некому. А что-то не отпускает от этих мест. Нехорошо, нехорошо. Нахмурившись, вдруг проговорила пожилая женщина, делая какие-то знаки пальцем на деревянной поверхности стола. Что нехорошо, спронзивший его, в который раз острой болью переспросил мужчина. Женщина обдала профессора обжигающим взглядом. Настолько проницательным, пробивающим насквозь и пронизывающим, что тот даже дернулся на месте. Хозяйка дома пододвинула тарелку с пирогом к своему гостю и строго сказала ему. Ешь, пока горячее да свежее. Ешь да слушай сюда. Профессор Саруян застыл на месте с десертной вилочкой в руках. Когда вдруг пожилая женщина, точно бы это и в самом деле была ведунья-гудесница, проговорила ему, ошарашив его. Нехорошо, сынок, искать живого среди неживых. Не там ты ищешь гость заокеанский. Не по тем дорогам ходишь. Заокеанский гость чуть не упал с плетенного стула. Нет, конечно же, мало ли что не говорят старожилы этих мест. Пожилые люди вообще любят поговорить. Но это было настолько созвучно с тайными помыслами и со смыслом его очередного приезда в Грецию, что от неожиданности ученый-генетик чуть не потерял дар речи. Мужчина был близок к удару, когда хозяйка дворика вдруг указала в сторону холма Пникс, откуда он только что с трудом добрался до этих мест и заметила. Тебе надо обратиться к духу пещеры, к хозяину наших гор. Он может помочь найти потерянное. Да, да ведь вы, ученые рожи, ничему кроме ваших микроскопов да шприцов не верите. В рот вам этими же шприцами. Поверье старожилов на смех поднимаете. Женщина строго погрозила пальцем и снова настойчиво повторила «Хозяину здешней в городе». Трудно его найти, но он может помочь тебе узнать, где сейчас твой сын. Такое уже было. Руки профессора задрожали. Он даже и не пытался это скрыть. Со стороны могло показаться странным, что привыкший опираться в своих научных изысканиях только на факты. Специалист уцепился вдруг, что называется, за бабкину байку, которая, может быть, еще и надвое казала. Но, услышав фразу «Хозяин гор», профессор, подскочив на месте, прямо с куском пирога в руке, сбивчиво переспросил женщину. Кто это? Хозяин гор. Вы имеете в виду легенду о загадочном обитателе Афинского подземелья? Я что-то слышал о странном человеке, которого лишь несколько раз за многие годы видели среди ночи на вершине этих гор. Таинственный гигантский силуэт. Это... Его вы называете духом пещеры и хозяином гор. Женщина утвердительно кивнула головой. Да, сынок, его родимого. Никто не знает, как он появился в наших местах. Молодежь-то, конечно, не верит, но мы-то точно знаем, что уже не первое десятилетие здесь обитает какое-то странное существо. Зла от него никогда не было. Напротив, он помогает людям. Во всяком случае, если с ним с миром пересекаться. Да что вы, госпожа! Качая головой и будто бы не веря, замахал руками мужчина, почти что вскрикнув при этом, в то время как сам чуть не задохнулся от собственного сердцебиения. Что вы помилуйте, это ведь все легенды. Греция – это страна мифов и легенд. Здесь чего только не придумают. Профессор лгал только с тем, чтобы продолжить этот разговор. Уж кому-кому, а ему-то было известно, что далеко-далеко на подземной сверхсекретной базе, как и на других, подобных ей по всему лицу Земли, в особых сверхтехнологичных камерах и в особом законсервированном состоянии, до сих пор сохраняются отголоски этих древнейших легенд. Представители расы великанов. Еж уже в который раз весьма повелительно приказала женщина. Еж, да слушай. Она заговорнически посмотрела на своего гостя и как-то вкратчего, словно бы предвещая большую тайну впереди, оглянувшись вокруг, поманила пальцем гостя. И уже чуть тише рассказала профессору то, отчего у него перед глазами стала расстилаться образная марева. И ел он только механически, из вежливости, жадно глотая не столько домашний апельсиновый пирог, сколько каждое слово хозяйки дома, будучи теперь почему-то уверенным в том, что на этот домик он вышел не случайно, и что эта странная женщина встретилась ему не просто так. Так вот, начала тем временем рассказывать пожилая гостеприимная хозяйка. Было это лет десять тому назад. Приехала к нам с мужем внучка. Дочь наша с зятем привезли ее погостить у нас. Мы ее ласково называем по-нашему, по-гречески, по-деревенски. Мараки, Марийка Или Марийца. Честь меня стала быть девчушка названа. Я госпожа Мария. Или просто бабушка Мария. А ты, кстати, как зовешься? В гости зашел. А имени-то твоего не знаем. Не по-человечески как-то. Сарк, как завороженный с нетерпением проговорил профессор, представившись. И не задумываясь в этот момент, нужно ли было называть свое настоящее имя. Меня зовут Саркис. Как? В полу шутя переспросила нерасслышавшая пожилая женщина и тут же отожгла. Нарцисс? А, впрочем, мог и не говорить, сынок. У тебя это на физиономии написано, что ты нарцисс. Мужчина растерянно улыбнулся, но спорить не стал, с трудом владея своими эмоциями. Он вообще сейчас ни с чем не хотел спорить. Он хотел услышать во всех подробностях историю о загадочном гигантском человеке, которого старожилы этих мест эпично называли духом пещеры или хозяином гор. Историю, которая могла бы хотя бы на шаг приблизить его к разгадке заветной тайны, лишавшей его сна столько лет. Ну так вот, продолжила тем временем хозяйка дома. Приехала ко мне дочь с мужем. Оставила на пару недель ребенка нам. А дитё, оно есть дитё. Ей хочется на природе погулять, первые весенние горные ягоды собрать. Ну а где у нас в суматошных Афинах лес? Или за город выезжай, или на наши знаменитые холмы за Акрополем. Лес-то Сэлм, да уж выше лес на холме Мус, да лес на пнике. На следующее утро встает дед, берет внучку за руку. Корзиночку детскую, панамку на голову, да и в лес по первые ягоды. Искать дикую клубнику. У нас здесь в Греции, как известно, есть всё. С нашим солнышком несколько раз в год урожай собираем. Весна уж продвинулась к середине. Горная ягода должна была появиться. Поднялись они на холм Пникс. Долго ходили. Шишек насобирала девчушка. Цветов полевых. Даже осколок какой-то древней мраморной статую нашла. А ягод клубники той дикой. Горной. Хоть ты тресни. Нет нигде. А и не мудрено. Тогда как раз и стали выгорчевывать многие старинные дома в нашем регионе. Да леса перекопали. Ради археологических раскопок вроде бы. Треть леса испортили. Вот такие же ученые гады. Как и ты. Нарцисс американский. В общем, расстроилась девчонка наша. Поднялись-то довольно далеко. Только ноги позбивали. Притомились в дороге. Путь-то на подъем, сам знаешь. До каких-то дремучих скальных пещер добрались. Дед, муж-то мой, прямо не знает, как ее успокоить. Всю дорогу-то он с нее глаз не спускал. А тут нашел среди кустов в диковинный экзотический цветок. Да и всего на миг отвернулся. Сорвал для нее, чтобы как-то утешить. Оглянулся. Нет девчушки нигде. Он и обомлел. Кричал, как припадки. На все горное плата. Звал. Понад деревьями высматривал. В пещеры заглядывал. Даже во враге искал. Не упало ли туда. Нет нигде. Хоть плач. Муж мой даже не понял от шока, сколько времени все это длилось. И куда его в поиске внучки занесло. У него все поплыло перед глазами. А время там на горе словно бы остановилось для него. С перепугу-то, да не знаючи, что дочке сказать, да как теперь жить, решил он сам себе. Не найду ребенка, выброшусь во враг. Старик мой уже было направился к обрыву скалы. Когда вдруг поза спиной услышал голос. Причем не просто из-за спины, а словно бы откуда-то сверху. Как будто бы над ним очень высокий человек говорит. А голос такой, что мужа моего действительно чуть приступ не хватило. Не оборачивайся, дедушка. Стой на месте. Иначе получишь удар. Женщина всплеснула руками и с полным погружением в историю, подпитываемая горящими, как перископ, глазами профессора, которого едва не затрясло от переизбытка эмоций. Продолжила. Ну, дед-то мой в тот миг застыл на месте. Боится по голове получить. Он-то не знает, что за удар имел в виду стоящий за его спиной. То ли по голове склопотать можно было, то ли сердечный удар. Впрочем, мужа моего ни то, ни другое не привлекало. Он решил подчиниться. А голос-то такой, знаешь, сынок, добрый, не угрожающий, не пугающий, не приказной даже. Слова его словно бы просьба в голосе отзываются. В знак подтверждения женщина положила себя руку на грудь в области сердца. Да, добрый голос, но странный. Вот как бы такой. Хозяйка дома окинула взором двор и, недолго думая, бесцеремонно вырвала из рук похолодевшего и словно бы загипнотизированного этим рассказом профессора десертную вилочку. Подхватила другой рукой хрустальную вазу с домашним вареньем и несколько раз картинно и призывно постучала в нее вилкой, как шаман в бубен, дав при этом подробные пояснения. Да, вот примерно так звенел на всю горную долину его голос, словно бы перезвон хрусталя, что-то стеклянное и отдающее эхом исходило от его речи. Профессора к этому моменту словно бы пригвоздило к столу, а раскрошившиеся кусочки пирога выпали из его рук, плюхнувшись на тарелку, а вошедшая в кураж женщина, которую, как было видно, саму будоражила эта история, продолжила далее. Да, муж мой тогда в штаны знатно наложил от шока. Можно было бы из тех кирпичей еще и пристроечку для баньки организовать. Веришь, сынок, я два дня отстирать его из подня не могла, но не об этом речь, а о том, что в тот же момент вдруг поперед деда моего выскакивает веселая и резвая внучка, смеется и радуется, как ни в чем не бывало. А в рукав филу кошка, полная горных ягод. Дикая клубника переливается бархатом, да спелая и сочная. Мой-то от радости на руки ее подхватил, обнимает да целует, да ругает одновременно. Где была, мол, да как могла отойти, не предупредив. Забылся он на эмоции и обернулся назад. Глянь, а никого уже и нет рядом. Чей это был голос, отдающий эхом. Так он и не понял. Он давай к девчонке, как да что, где была, откуда ягода, да как дорогу-то назад нашла. А та смеется и говорит, что ей хозяин подземелья помог. Мол, она в одном скальном проеме какую-то, словно бы мелодию услышала. Вошла внутрь. Она же ребенок, что с него взять? Ей интересно, наивная, страха нет. Вот и полезла туда. А там в пещере какой-то дядя высокий. Сидит, да по камню словно бы что-то вырезает. Она его не испугалась, потому что присевшим на дно колено увидела сразу, да с теплой улыбкой на лице. Голос говорит, странный у него, но добрый, успокаивающий. Тот, мол, удивился, спросил, одна ли она и что делает в скале. Девчушка-то наша и рассказала ему, что, дикую клубнику ищет, ягод не нашла и от дедушки отбилась, не знает, как назад выйти. А дальше Марица моя рассказывала, что встал он во весь рост, успокаивающий заговорил с ней и взял девочку за руку, сильно пригнувшись, очень высокий был, так описала его внучка, и вывел на какую-то горную поляну, где ягод было видимо-невидимо и цветов каких-то диковинных, красных и желтых. Быстро набрала моя внучка полная лукошка и провел ее какой-то тропой, этот гигантский человек, прямиком к деду моему. А дома-то, когда Марица из лукошка все высыпала, там, на дне, под ягодами, оказалась маленькая шкатулка из горного камня. Друза кристаллов кварца, с включениями актинолита, удивительной работы, а внутри цветок из чудных камней. Наш греческий адамин, халцедон, аквамарин и малахит. Чудная работа. Это он девочке на память оставил, а мы чудар речи не потеряли. Не мог ребенок там в горах ни украсть, ни солгать. Меня тогда как током ударило, и поняла я, что девочка-то наша встретилась с духом пещеры, с самим хранителем гор, с хозяином подземелья, о котором ходят легенды среди старожилов. Марица-то наша уже взрослая девушка и уже обрученная на факультет геологии поступила. Так ее тогда те камни потрясли. Кулон-то подарены странным высоким человеком или высоким дядей, как она тогда по-детски выразилась. Она всю жизнь хранит и просьбу его помнит. Какую просьбу? Почти прошептал впечатленный и зачарованный рассказом хозяйки дома заокеанский профессор. Попросил он ее тогда, сынок, не возвращаться в эти места и никогда не гулять одной в незнакомых краях. Правильно и попросил. Люди-то разные бывают. Не всегда с подарками назад вернешься. Да и куда там возвращаться? Место то было какое-то диковинное. Она бы понять не смогла, как она там оказалась. Словно бы вдруг в какую-то петлю времени попало. И точно в сказке она оказалась в другом измерении. А потом ее словно бы выбросило обратно в нашу реальность. Я с тех пор на пнике перед входом в одну из пещер, что возвышаются над мегалитической стеной. Оставляю небольшой дар. Когда что-то домашнее приготовлю, когда первые плоды сада, когда еще что-то в знак уважения и благодарности духу пещеры. А где он обитает, того никто не знает. И берет ли он наши дары? Неизвестно. Но только если оставляя обернешься назад, то даров своих уже не увидишь. Так то вот сынок. Профессор задумчиво посмотрел на хозяйку дома и допил остатки уже загустевшего сока. Он казалось был потрясен рассказом женщины. Тем временем сама хозяйка дома вдруг со свойственной местным греком прямотой спросила того. Да в самый лоб. Ну а ты красавец мужчина. Стало быть здесь затерял своего ребенка. В наших местах как же ты уехал в свою Америку без сына. Какая та острая боль пронзила собеседника женщины. Это было видно невооруженным глазом. Его резко передернуло, словно бы нещадно, возвращая из рассказа о загадочном духе пещеры назад в жестокую реальность. Он сложил свои израненные руки на краю стола одна на другую как ученик на парте и уперевшись в них своим бородатым подбородком окинул хозяйку обжигающим взглядом блестящих черных глаз и вдруг задумчиво попросил госпожа Мария у вас не найдется чего-нибудь покрепче выпить. Немного шокированная хозяйка дома всплеснула руками однако тут же с чувством национальной и культурной гордости довольно уверенно заявила не упустив при этом возможности похвастать да как же не найдется сынок у нас в Греции такие коньяки да вина домашней изготовляют что тебе и не снились в твоей Америке вот я тебя сейчас кое-чем угощу сиди здесь жди меня а я в погреб на пару минут и к тебе обратно ты пока дыши свежим воздухом видать большой грех на твоей душе хвощ ты видно тот еще гость заокеанский странный гость не стал спорить он только пристально и задумчиво пронаблюдал за отошедшей к старой пристройке во дворе женщиной и вдруг положил себе руку на грудь и достал из-под ткани походной флиски замысловатую золотую цепочку с детским кулоном она предназначалась для его сына на пятилетие ребенка но пять лет ему они уже не отметили ребенок растворился из его реальности точно фантом и какой-то неподъемный груз жутких воспоминаний с тех пор тяжелым камнем лежал на душе американского печеного генетика он сильно сжал кулон в руке побыл с ним в руках застыв на месте несколько секунд после чего вернул его назад сокрыв его под одеждой на мгновение он закрыл свои черные глаза и стиснув зубы больно закусил губу задумавшись о том как объяснить женщине случившееся в ответ на ее вопрос на мгновение профессора точно бы накрыл какой-то непроглядный густой туман и память отозвалась в его сознании мучительными проблесками тягостных воспоминаний дом 유 вы Субтитры создавал DimaTorzok